Когда журнал «Пионер» печатал повесть об этом мальчике, Серёже Каховском в редакцию приходили письма. Мальчишки и девчонки писали Серёже, просили его адрес, очень хотели с ним подружиться. Так написал в эпилоге книги «Мальчик со шпагой» автор Владислав Крапивин. Этому произведению уже полвека, но его герои и темы до сих пор вызывают отклик в детских сердцах. Благородство, честность, справедливость и мужество. После прочтения об этих качествах мечтали многие советские ребята и равнялись в этом на главного героя книги – 12-летнего Серёжу Каховского. Написана она очень хорошим детским языком. И если кто-то из вас после сегодняшних чтений возьмёт её в руки, реальную эту книгу, электронную версию, аудиоверсию, или сходит в библиотеку и прочитает, я думаю, вы получите огромное удовольствие от всего, что там написано и что вы примете себе в душу. Вторая в этом учебном году встреча в рамках городского проекта «Читаем вслух» состоялась для учеников седьмых классов. Ребята по очереди читали первые главы из произведения. Вот напишут тебе в школу такую характеристику, что на всю жизнь запомнишь. Он отступил ещё на несколько шагов, потом осторожно повернулся и зашагал по тропинке к шоссе. Школьники внимательно слушали всех выступающих, следя за линией повествования. Книга «Мальчик со шпагой» вызвала у ребят интерес. Многие из них захотели прочитать произведение полностью. Для кого-то опыт выступления «Начитаем вслух» был первым, но все участники справились с задачей достойно. Мне понравился больше всего пёс и мальчик. Пёс, его так хорошо описал Крапивин, что сложилось такое впечатление, что пёс был как с подиума, красивый такой. А мальчик добродушный, всегда понимает, выслушает. Было очень интересно послушать ребят из других школ, послушать само произведение, о чём в нём говорится. Ну и я заинтересовалась этим произведением, я его обязательно прочитаю. Было интересно послушать других людей. Хороший рассказ, прикольный, мне понравился. Интересно посмотреть, как другие читают, а так, да, хорошее ощущение. В следующем месяце запланированы две встречи. 2 ноября педагоги прочитают страницы романа Веры Китлинской «Мужество» и стихи Николая Доризо. А 14 ноября десятиклассники познакомятся с книгой Виктора Курочкина «На войне, как на войне». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.